Воскресное доброе, слегка морозное утро в Архангельске, за окном минус 15 градусов. Город просыпается, ну а мы работаем в прямом эфире. Десять часов на часах нашей студии. Самое время выхода в эфир на телеканале ПС информационно-аналитической программы «Семь дней в регионе». С вами Алексей Шемякин. Здравствуйте. По традиции мы работаем в прямом эфире. Номер телефона в студии 639717. Звоните и рассказывайте, как у вас прошла эта неделя. Мы будем рады пообщаться. Ну а пока обратите внимание, о чем я и мои коллеги расскажем сегодня. Они плохо читают и пишут, но при этом великолепно проявляют математические способности. Что за болезнь такая дислексия? К времени экзамена добавляется 25%. Или им удается опросник, который распечатан более крупным шрифтом. Как учат в наших школах детей больных дислексией? Расскажем о причинах, что влияют на развитие заболевания и возможно ли вообще от нее избавиться. Ждем в студии по этому вопросу эксперта. Непонятные соседи, кто решил, что во дворе второй поликлиники Архангельска должен появиться частный медицинский центр? Я считаю, что если медицинский центр и нужен, давайте его построим в другом каком-то месте. Как развивается ситуация и станут ли завезенные на стройку сваи сваями раздора, расскажет Ирина Ившина. Будущие асы. В Архангельске прошел региональный этап чемпионата профмастерства по стандартам WorldSkills Russia. Чем сложнее задание, тем интересней конкурс. Сама задача, она специально была создана так, чтобы она была невыполнима. Кто победил в первом конкурсе на поморской земле, кто представит регион на всероссийском уровне и насколько вообще востребованы сегодня в области рабочие профессии, узнала Олеся Кокина. Также расскажем о принятых решениях депутатов Госдумы, областного парламента и Архангельской городской думы. И премьера на нашем канале Блогосфера. Расскажем практически обо всем, что творилось в интернет-сети на этой неделе. Деревня Кимжа Мизенского района официально получила статус самой красивой деревни России. Как известно, Мизенский район входит в арктическую зону нашей страны, что позволяет говорить о Кимже как о первой арктической и самой северной деревне красавицы в мире. Российская ассоциация самых красивых деревень России существует всего три года, но за это время пять населенных пунктов страны признаны соответствующими весьма жестким критериям международной системы оценки. Среди них два в Архангельской области. Это деревня Ошевенский по ГОСТ в Каргопольском районе и вот теперь Кимжа в Мизене. И вот еще чем жил наш регион на этой неделе. В ночь на субботу на острове Краснофлотский в Архангельске сошелся свай 12-квартирный деревянный дом. Прибывшие на место спасатели эвакуировали жильцов. Среди них 18 несовершеннолетних. После обследования здания отключили от коммуникации. Сейчас решается вопрос о проведении ремонта фундамента дома. Нам сказали, что в 1938 году у нас сваи менять будут. В 1938. Вот почему я говорю. А сейчас 17. Так это, если уже пошел, где мы жить будем? Все подробности ЧП в понедельник в информационной программе «Автограф дня». В Архангельске приостановлена работа транспортной переправы на остров Бревенник. Ее повредил сухогруз, который проходил по судоходному руслу в фарватеры Северной Двины. Пешеходная ледовая переправа между поселком 14-го лесозавода и Маймаксанским лесным портом работает в штатном режиме. В Архангельской области нашли самый большой алмаз в Европе. Кристалл весом более 181 карата добыли на месторождение имени Гриба. Вообще, в прошлом веке в России было добыто 5 алмазов, вес которых превышает 180 карат. Большинство из них в Якутии. Алмазоносная трубка имени Гриба занимает первое место по запасам алмазов в Европе. В Северодвинском суде началось рассмотрение беспрецедентного для города дела. Врач подала в суд на своего пациента. За слово «деградация» Светлана Фисько требует компенсацию 100 тысяч рублей. Ответчик Станислав Кожевников написал жалобу на имя главврача Первой горбольницы, что на приеме очень холодно. Мужчина считает, именно врач общей практики Фисько не только недосмотрела за температурой, но и прописала лекарство, которое, по мнению Кожевникова, пагубно влияет на его здоровье. Я доложил ей, что выписка лекарства влияет на меня пагубно. Это деградация, я убежден в этом. Я обидела это. Она сменила, но она сменила лекарство. Она сменила лекарство. Ответчик считает, в жалобе не оскорблял медика. Это всего лишь оценочное суждение. По словам юристов, необходимо назначить лингвистическую экспертизу. Само по себе слово «деградация» нужно рассматривать конкретно в контексте, в котором оно было произнесено. Если оно было направлено конкретно на личность человека, тогда, возможно, суд примет решение о компенсации морального вреда. Истец Светлана Фисько в суд не пришла. Заседание перенесено на 11 апреля. В Котласе жители дома 124 по улице Володарского отметили восьмилетие борьбы с чиновниками за новую электропроводку. Они уже прошли этап жалоб и проверок. Имеют на руках официальное заключение, что электросети в доме находятся в ненадлежащем состоянии. Есть по этому поводу и решение суда. Суд подал. Туда-сюда вроде судился, вроде выиграл я. И там на суде сидит женщина с электросетях. Да мы вам 10 минут, все сделаем. Это по напряжению? По напряжению. У нас по напряжению 178. Однако ни наличие обязывающих документов, ни реальная пожарная опасность, которой постоянно подвергаются жители старого деревянного дома, не подвигают управляющей компании к действиям. Сначала был жилфонд, потом жилфонд плюс. Сейчас уже перспектива новая какая-то компания, а начальник остался тот же. А где же наши деньги, которые мы перечисляем этим компаниям? То есть они как-то остаются там, потом они никуда не переходят. Пожалуй, в дело пора вмешаться прокуратуре или государственной жилищной инспекции. Ведь ситуация, напомню, усугубляется на протяжении 8 лет. Во всех школах Новодвинска отметили очередную годовщину вывода советских войск из Афганистана. В знак уважения к ветеранам боевых действий и тем, кто погиб, прошел концерт под названием «Память сильнее времени». Такое мероприятие, которое проводится у нас в школах, посвященное воинам-интернационалистам, оно, по-моему, единственное мероприятие в нашем городе, которое проходит в Архангельской области. Это молодое поколение, которое видит, что есть такие даты в истории нашей страны, что была такая афганская война, что она была самая продолжительная. Это герои. Это не то, что показывают в кинематографе, то есть какие-то там супермены, Человеки-пауки. Это настоящие герои. Они спасают мир от зла. Я сам не знаю этого, но эти композиции, которые мы готовим с Ириной Вячеславной, они помогают осознать, насколько это страшно. Председатель Новодвинского отделения Российский союз ветеранов вручил благодарности всем школам города за вклад в патриотическое воспитание современной молодежи. 63-97-17. Телефон нашей студии. Звоните, пообщаемся. На этой неделе состоялось знаковое событие для Поморья. Определен областной телеканал. В Москве заседала федеральная конкурсная комиссия, которая выбрала архангельский телеканал «Правда Севера» или кратко «ПС» обязательным и общедоступным для нашего региона. Ему отдана 21-я кнопка. Эта кнопка по федеральному закону в каждой области отдается под региональное вещание. Причем все операторы связи – кабельный, Ростелеком, МТС, Мегафон, Билайн – во всех муниципальных образованиях обязаны бесплатно предоставить под областной канал именно 21-ю кнопку. Это круглосуточное вещание, которое будет формировать региональная телевизионная компания, в нашем случае архангельский холдинг «Атыкомедия», у которого есть свои телевизионные редакции в Котласе и Новодвинске. Что же касается проведенного конкурсного отбора от Архангельской области, претендентов на 21-ю кнопку было два – это телеканал «ПС» и свой регион. Конкурсная комиссия, в составе которой представители Роскомнадзора, Ростелекома и других федеральных структур, сделала выбор в пользу архангельского телеканала «Правда Севера». Стоит отметить, что телеканал «ПС» уже увеличил свое присутствие в регионе, его транслируют теперь в сети Ростелекома, а это, напомним, порядка 200 тысяч потенциальных абонентов по всей Архангельской области, которые имеют техническую возможность получать телевизионный пакет Ростелекома. Генеральный директор «Атыкомедия» Артем Вахрушев сегодня с утра у нас в гостях. Артем Владимирович, доброе утро. Доброе утро, Алексей. Итак, то, что мы победили в конкурсе и получили 21-ю кнопку, это вообще просто супер, это очень здорово. Я, наверное, поздравлю и вас, и себя в том числе. Но что, теперь нужно работать, и у нас очень много задач. Нужно и технически оснащаться, и творчески оснащаться, и наполнять теперь эту 21-ю кнопку. Я все правильно понял? Вы все правильно понимаете. Каналу нужно и новое лицо, и новое оснащение, и самое главное – это новый контент. Больше нового контента, потому что мы действительно вступили, я не побоюсь этого слова, в новую эпоху. Очень долго и давно шли разговоры о том, что региону нужен региональный именно канал, региональное вещание. Но, к сожалению, этого не было очень долго. И сейчас в рамках федеральных изменений мы тоже попали в эту волну. Поэтому 24 часа, контента нужно много, содержание должно касаться не только Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, а всей области. Мы перед эфиром с вами разговаривали о том, что нужно освещать и дела в Няндаме, и в Вельске, и в Коряжме, и в других районах. Ну, в общем, от Мизени до Вилли. Мы должны закрыть всю область. Именно в этом смысловая нагрузка 21-й кнопки. А вот мы сейчас работаем в прямом эфире. У нас есть звонок. Давайте послушаем. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ольга. Скажите, пожалуйста, а когда можно будет увидеть ваш канал, например, в Красноборском районе? И нужно ли для этого какое-то дополнительное оборудование приобретать? То, что нас спрашивают про Красноборский район, именно это уже хорошо. Хороший знак. Сейчас, как вы, Алексей, правильно отметили, с Ростелекомом мы уже переговоры не только провели, но и заключили договор на вещание. И если сейчас на скидку не скажу, но если в Красноборском районе присутствует Ростелеком, то это уже можно делать прямо сейчас. Кнопки пока и технические характеристики определяются. Конкурс состоялся, но он состоялся только для ряда регионов. То есть он еще на сегодня продолжается. И далее будут переговоры с другими операторами. И в любом случае будем делать все возможное для того, чтобы закрыть всю область. Немножко нужно потерпеть. И я думаю, все увидят телеканал «ПС», телеканал «Правда Севера». Кстати, о конкурсе в Москве. Как вообще он проходил? Были ли такие телекомпании, которым было отказано? И какие главные критерии, что выбор пал, например, на нас? Конкурс проходил очень динамично. И у нас, например, на защиту была 1 минута 44 секунды. Я знаю это точно. Это хорнометраж того ролика, который мы показывали. Потому что в результате получилось так, что... Я думаю, что это было связано с объемом и с количеством заявок. И в результате нам не дали сказать ни слова. То есть мы показали ролик, нам сказали, что все понятно. И мы вышли. И зашли наши конкуренты, наши партнеры из Северодвинска, телеканал «Свой регион». То есть хватило визуального такого? Да. Но при этом, я скажу, что по некоторым регионам были достаточно активные дискуссии. Взрослые люди в галстуках и в солидных костюмах плакали, спорили. При мне отказали, по-моему, Севастополю за отсутствие, как-то было сформулировано хитро руководителем Роскомнадзора, за отсутствие фактов в ролике. То есть было снято нечто красивое такое про регион, про канал, но при этом отсутствовала какая-то фактура. Смелые конкурсные комиссии, отказав Севастополю. Да, но им не отказали, их перенесли. То есть нужно уточнять. Поэтому и фактически в каждом регионе было представлено минимум один, два, три канала, и борьба шла достаточно такая активная и серьезная. Я не помню, чтобы у меня потели ладошки со студенческих времен. Понятно. Ну для холдинга «Токомедия» вообще таким образом наступает горячая парада, необходимо заниматься теперь областным телеканалом. Столетия, правда, Севера у нас в этом году. Какой смысл вообще вкладываете во все эти мероприятия, которые будут приворочены к юбилейной дате? Ну, у меня всегда, как у любой медали, здесь две стороны. Первая – это, конечно же, отметить заслуги людей, которые на протяжении ста лет формировали информационную повестку в регионе и не прекращали это делать на минуточку даже во время таких трагических событий, как Великая Отечественная война. Мы все знаем, что, правда, Севера не прекращала свою работу и выходила даже в военные годы. Но так как я являюсь генеральным директором и отвечаю за финансовые потоки холдинга, куда сегодня на минуточку входит 11 средств массовой информации, то у меня есть, конечно же, и другая сторона медали – это как можно более обширное информирование нашей аудитории области о том, что газета не только жива, не только продолжает свою работу, но она активно развивается. На сегодня раз в две недели мы выпускаем 48 полос. Сейчас, я думаю, что ребята в соседних кабинетах сидят и заканчивают, потому что как раз во вторник у нас выходит свежий номер. И это очень важно, потому что ни для кого не секрет, что был некий шлейф последние полгода, и считали, что газета уже закончила свое существование. Она живет, она развивается, и она отпразднует свои 100 лет достойно. Вместе отпразднуем. Конечно. Для холдинга «Токомедия» вообще вся история этого холдинга становилась на глазах архангелогородцев. Много баек ходит, много всяких там анекдотов практически. В том числе и про вас, Алексей. Ну, я это прекрасно знаю, да. Но самое главное, что холдинг, мне кажется, сейчас обновляется, усиливает свои позиции. И можно ли сегодня говорить, что у нас какие-то новые задачи вообще на всем медиапространстве региона? Ну, как я уже упоминал, в холдинг входит 11 СМИ на сегодня. Это 4 печатных СМИ, 2 газеты, 2 журнала. Это с 21 кнопкой, это 4 телевизионных канала и 3 интернет-СМИ. То есть сегодня задача не только закрыть всю область, предположим, телевидением, потому что мы прекрасно знаем, что часть населения, в зависимости от возраста, от места проживания, они смотрят телевидение, часть читают и все еще предпочитают читать газеты. Печатные. Печатные, да. Я тоже очень люблю подержать в руках именно печатные издания. А многие уже предпочитают интернет, поэтому мы активно идем в интернет-пространство. У нас 3 интернет-СМИ, это правдасевера.ру, это двинаинформ.ру, старейший ресурс. И наш малыш, но крепенький такой и решительный малыш, которому, кстати, 17 февраля исполнился первый год, это наше информационное агентство «Регион-29». Интернет, за которым будущее, но при этом мы не отрицаем, что и печатные, и телевизионные СМИ будут еще долго-долго-долго радовать и информировать жителей Архангельской области. Работы у нас много, поэтому я желаю и вам, и нам удачи. Прежде всего, спасибо, что с утра сегодня пришли к нам в студию. Генеральный директор АТК «Медия» Артем Вахрушев был сегодня с утра у нас в гостях. Мы продолжаем. Вот такая прекрасная картинка сейчас из окна нашей студии. Это говорит о том, что мы работаем в прямом эфире на улице минус 14. Немножко потеплило с начала нашей программы. 63-97-17. Звоните, мы с вами с удовольствием пообщаемся. На этой неделе все мы узнали, что такое WorldSkills. У нас прошел конкурс «Молодые профессионалы по морю» по стандартам WorldSkills Russia. По всему миру WorldSkills International известна как Международная некоммерческая ассоциация, цель которой повысить статус профессиональной подготовки и популяризации рабочих профессий. Основана она в 1953 году и на сегодняшний день в организации 76 стран, в том числе и Россия. В подобную ассоциацию в нашей стране входит 84 региона, теперь и по морям. 15 будущих электромонтажников, плотников, маляров, парикмахеров и учителей начальных классов боролись за право стать лучшими в своих компетенциях. Именно победителей узнала наша Олеся Кокина, а заодно и выяснила, насколько высок престиж рабочих профессий у нас в регионе. Конкурс «Молодые профессионалы по море» впервые проходил по стандартам WorldSkills Russia. Эти состязания с каждым сезоном все популярнее во всем мире. Больше 70 регионов России вовлечены в чемпионат студентов профтеха. Схема как в спорте. Сначала районный этап, потом областной, отборно-федеральный, а дальше Европа и чемпионат мира. На каждой ступени задания все серьезнее, а ставки все выше. К региональному этапу Архангельская область подготовилась основательно. Закупила самое современное оборудование и материалы. Представители национальной лиги старания оценили. Если из 10, то 9 с плюсом. Молодцы. Я очень рада, что регион, действительно по многим регионам я проезжаю, это один из регионов, которые подготовились очень хорошо. Региональный этап чемпионата проходил по пяти направлениям. Электромонтаж, парикмахерское искусство, малярные и декоративные работы, преподаватели начальных классов и плотницкое дело. Конкурсанты перед стартом поделились. На оборудовании работать будет одно удовольствие. На выполнение каждого этапа с команды «Старт» у участников было ограниченное время. На площадках не разрешали появляться никому, кроме экспертов и участников. Спустя 20 часов напряженной работы у конкурсантов площадки «Электромонтаж» должен получиться вот такой готовый стенд. По сути, это макет «Умного дома». Здесь есть система управления освещением, его яркостью, и есть даже управление электроворотами. Задача не просто сборка модели. Монтаж должен быть эстетичным. Эксперты приоткрыли завесу тайны. Задание специально составлено так, чтобы миссия была практически невыполнима. Стенд изначально был собран именно в готовом варианте в течение недели. Специалисту, имеющему достаточно большой опыт, требуется на это примерно столько же времени. Это с учетом того, что он будет знать, как программируются особенные элементы данной системы. Пока конкурсанты работают, засучив рукава, школьники знакомятся с профессиями. Попробовать себя в качестве водолаза, работника лесной отрасли, или отведать шедевры молекулярной кухни могли все желающие. Зрелищную составляющую мастер-классом обеспечили на параде робототехники. Семен Суров и Арсений Репин – школьники из Северодвинска, хвастаются собственным изобретением. Робота-экстремала по имени Полярный Медведь парни собрали для Кубка робототехники, который пройдет в Москве через месяц. Изначально идея вот такого вот шасси, у которого мосты ходят независимо друг от друга, она появилась еще летом. А воплощение самой идеи, оно пошло с начала этого Нового года. В компетенции электромонтаж победу одержал Константин Романюк из Котласа. Юноша напряженно готовился в своем родном техникуме и не зря. На региональном этапе молодой профессионал достойно представил свое учебное заведение. Самое сложное – это было монтирование счета управления, так как у нас было отсутствие схемы, и нужно было все это по памяти. У нас был поиск неисправности, и мне удалось найти 8 неисправностей из 10. Честь Архангельского финансово-промышленного колледжа отстояла Виктория Никонова. Молодой парикмахер, уже пережив момент триумфа, вернулась к плодам своего труда. Девушка, смущаясь, говорит, что труднее всего отдался манекенный Элвис, то есть классическая мужская стрижка и укладка. Но глаза боятся, а руки делают. Волнение, больше как-то неуверенности сначала, а потом начинаешь делать, и появляется как-то уверенность, вера в себя. Из 25 претендентов, сражавшихся за региональный чемпионский титул, выбрали пятерых лучших. И наслаждаться победой им будет некогда. Победители региональных чемпионатов примут участие в отборочных соревнованиях, которые пройдут в семи субъектах Российской Федерации. Ну а если ребята, чего мы очень желаем, пройдут через жесткий отбор в рамках отборочных соревнований, значит они станут участниками финала национального чемпионата, который пройдет в Краснодаре с 16 по 19 мая. Идеология движения WorldSkills не предполагает призов, только медали и дипломы. Однако крупные чемпионаты своего рода смотрины, где солидные компании разбирают талантливых студентов профтеха. Поскольку высококвалифицированные кадры в рабочих специальностях тоже своего рода трудовая элита. Я пока смотрел сюжет, вспомнил, что, к примеру, в Корее победители подобных соревнований вообще освобождают от армии. Согласитесь, хороший подарок. Ну что ж, к другим темам дислексии. Еще недавно название этого нарушения было малоизвестным. О нем и сейчас не знают те, кто, в принципе, с этим никогда не сталкивался. А ведь это проблема. Дислексия – избирательное нарушение способности к обладению навыком чтения и письма при сохранении общей способности к обучению. Среди известных дислексиков спортсмены Майкл Фелпс, Мохаммед Али, актеры Орландо Блум, Том Круз, Кира Найтли, Киану Ривз, Федор Бондарчук и даже сам император Петр I делал ошибки в собственном имени. Как видим, далеко не глупые люди, но почему-то в наших школах к детям с дислексией относятся, мягко говоря, прохладно и равнодушно. В большинстве случаев их направляют в так называемые классы ЗПР. Так что же такое дислексия, кто же они, дислексики, и возможно ли бороться с таким нарушением, знает Ирина Евшина. Белая лошадь перепрыгнула через забор и поскакала по полю. Предложение, смысл которого вряд ли поймет ребенок с дислексией. Дислексик мыслит образами, но в русском языке около 300 слов, образа для которых не возникают. По большей части это вспомогательные слова, в том числе союзы и предлоги. Поэтому предложение про лошадь дислексик распознает так. Белая лошадь перепрыгнула забор, поскакала полю. Когда ему говорят, о чем ты прочитал? Он говорит, про поле, про поле. Это он уже все забыл. Дислексия – это нарушение чтения, логопедическая проблема. Такой ребенок может не различать звуки или путать буквы. Например, «Р» и мягкий знак для дислексиков идентичны, поскольку состоят из одинаковых элементов – палочки и полукруга. Все это выливается в неспособность прочитать текст или понять прочитанное. Разумеется, страдает и письмо. По большому счету, это нарушение работы нашего организма, нарушение работы систем восприятия человека. То есть на каком-то этапе произошел какой-то сбой, и в дальнейшем, то есть нарушение именно чтения, нарушение овладения процессом чтения – это уже последствия вот этого сбоя. 15-летней Злате поставили диагноз в 6 лет. Усилиями мамы часть проблем удалось преодолеть. Но четвертных и годовых оценок выше тройки Злата в своем дневнике практически не видела. Нет, интеллект у нее, как и у всех дислексиков, в порядке. Но для того, чтобы задание выполнить, его надо сначала прочитать. Задание я не понимаю, например, какое задание, ну что от меня требуется. Вот, я делаю так, как я понимаю. Ну и оценки не всегда хорошие выходят. Обязательный курс логопедии, вузовскую программу подготовки школьных педагогов в регионе включили лишь 4 года назад. Поэтому до сих пор некоторые учителя ставят знак «равно» между ленивым учеником и дислектиком. Мол, ты просто не стараешься, хотя дислексия не такое уж редкое нарушение. Вот если у нас в классе по 30 человек, да, то в каждом классе по одному-два ребенка таких в середине года мы выявляем. Настоящее испытание для таких детей и государственные экзамены в 9-11 классах. Дифференцированный подход к дислексикам, если и применяется, то только в процессе обучения. Учитель может при проверке письменной работы множество однотипных ошибок засчитать как одну. Но перед бланком с заданием на госэкзамене все равны. Наши зарубежные соседи, например, та же Норвегия, особенности дислексиков учитывают и при проведении экзаменов. Существуют определенные нормативы. Например, к времени экзамена добавляется 25%. Вот на 25% увеличивается время экзамена. Или, допустим, если у ребенка проблемы с чтением, значит, ему дается опросник, который распечатан более крупным шрифтом. Необходимо все-таки внести, видимо, на законодательном уровне какие-то нормы, которые позволят детям с такими нарушениями, в общем-то, ну, поставят их в одинаковые условия со всеми. То есть мы будем учитывать специфику такого ребенка. Скорректировать дислексию можно. Злата яркий тому пример. Девочка достаточно бегло читает, разборчиво пишет и может пересказывать простые тексты. Но чтение в любом возрасте для дислексика остается тяжелым трудом. Поэтому их любимые профессии связаны со спортом, танцами и, как ни странно, кино. Вот и Злата, вдохновившись успехом дислексика Киры Найтли, тоже мечтает найти себя на экране. Ирина Ившина, Ольга Красулина, Денис Линчевский, 7 дней в регионе. Логопед ООО «Нордмедика» Елена Николаевна Элькина. Сегодня с утра у нас в гостях. Елена Николаевна, доброе утро. Скажите мне, пожалуйста, сразу, что влияет на появление, развитие этого нарушения причины? Сейчас стали выделять многие исследователи влияние патологических факторов в пренатальный. Это дородовой период, натальный, сам факт рождения. И постнатальный, после рождения, когда в постнатальном периоде живем мы все. В пренатальном периоде разные патологии беременности. В натальном патологии родов, спроможения, патологии родов, гипоксии различные, кислородное голодание мозга. Постнатальные. Это недостаточно уделяет много внимания речи ребенка. То есть не разговаривают? Не разговаривают с ребенком. К сожалению, сейчас технический прогресс, смартфоны, компьютеры, планшеты, ноутбуки. Ведь вы, наверное, часто можете видеть, что у ребенка двух лет, трех уже в руках смартфона, который он играет. Это, конечно, тоже влияет на развитие речи, потому что ребенок живой речи не слышит. Кроме этого, причинами могут быть билингвизм, то есть двуязычие в семье, леворукость, потому что там немножечко тоже особенности развития мозга имеются при леворукости. При разных неврологических заболеваниях, черепно-мозговых травмах. То есть сопутствующие факторы есть. Сопутствующие факторы, их много. Елена Николаевна, мы в прямом эфире, у нас есть звонок от наших телезрителей. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Елена, и я хочу узнать, если ребенок плохо читает, а ему уже больше пяти лет, кому надо обратиться, чтобы определить, это дислексия или нет? Желательно обратиться к логопеду, психологу. И если не помогут коррекционные занятия, то к детскому неврологу. Сразу к специалистам. Да, к специалистам. Почему? Потому что дислексия – это нарушение комплексное. Чтение – это сложный психофизиологический процесс. Там страдает и внимание, и зрительное внимание, и слуховое. Там множество-множество процессов задействовано. То есть проблема должна решаться комплексно. Елена Николаевна, а много ли сегодня у нас детей дислексикой? Меньше, чем детей с дисграфией. Меньше. Но это не успокаивает. Это не успокаивает, совершенно не успокаивает, потому что сейчас количество все время возрастает детей с дислексией, но на сегодняшний момент выделяют от 5 до 12% детей школьников, страдающих дислексией. Это много. В какой момент родителям уже нужно начинать бить тревогу? В дошкольный период. Если, как я говорила, дети с нарушениями речи, дети часто болеющие, много болеющие, дети растущие в семье, где говорят на двух языках, дети левши, то надо обращаться, конечно, уже для диагностики к логопеду в детские дошкольные учреждения или в школе. Так же, корненько. Если логопед выявляет предрасположенность или дислексию, то надо тут подключать и психолога, и невролога для решения этой проблемы комплексной. И возможно ли Елена Николаевна скорректировать? Разумеется, возможно. Если начать в раннем возрасте, до школы, то ее можно скорректировать и создать благополучное обучение в школе, минимизировать все эти проблемы. Если в школе, в начальных классах, то тоже можно все скорректировать. Сложнее корректируется, конечно, в 9-10 классах. Там уже наслоение идет. Но изначально лучше больше разговаривать и больше читать в детстве. Огромное спасибо, что сегодня пришли к нам в гости. Елена Николаевна Элькина, логопед общества с ограниченной ответственностью «Норд Медика» была сегодня у нас с утра в гостях. Мы идем дальше. Работаем в прямом эфире. Наш телефон 6397-17. Время уже более чем... Немножко более половины 11-го. На улице по-прежнему морозно. Так что если вы собрались в магазин за покупками, одевайтесь как можно теплее. Идем дальше. Многие знают, где в Архангельске находится вторая городская поликлиника. Там очень удачно, на мой взгляд, сложился больничный городок, состоящий из нескольких зданий. Но тишину и спокойствие медиков и мамочек с колясками нарушила многотонная строительная техника, владельцы которой начали устанавливать свои порядки. То, что земля здесь была продана еще в 90-е годы, давно все забыли. Да и что вспоминать, в те времена землю в городе раздавали направо и налево. Собственник законный, и теперь он решил построить на своем участке медицинский центр. Мы предложили ему прокомментировать свою позицию, но он отказался, не обосновав почему. Сейчас строительство частного медцентра приостановлено, но надолго ли, разбиралась наша Ирина Ившина. Еще год назад вторая поликлиника вовсю строила планы по созданию на этом участке земли парка для маленьких пациентов и их мам. Но неожиданно для всех узкие больничные проезды заполнились тяжелой строительной техникой. И на месте срубленных деревьев выросли три сваи раздора. Были установлены диагностические сваи в количестве трех, еще две сваи, они вот сейчас под снегом находятся. Для нас это было совершенно неожиданно, ничего не согласовывалось с нами, мы просто были поставлены перед фактом. Руководство медучреждения выяснило, этот клочок земли был продан еще в 90-х. И теперь здесь, в 10 метрах от входа в детскую поликлинику, должен появиться частный медцентр. К соседям застройщик все-таки обратился с просьбой подключить будущее трехэтажное здание к готовым коммуникациям поликлиники и медколледжа. Наш колледж 1967 года постройки, так же как и это здание детской поликлиники 1967 года постройки. Коммуникации все у нас древние, поэтому у нас постоянный подпор колодцев. Отказав застройщику в доступе к коммуникациям, медколледж и поликлиника обратились за помощью к городским и региональным властям. Позиция госучреждений очевидна. Видеть соседам частный медицинский центр здесь не хотят. Зато стремление их оппонента вполне объяснимо. В принципе, понятно, желание предпринимателя построить частный медицинский центр именно здесь. Вот они, готовые потоки пациентов. Но как развести эти потоки, если уже сегодня мамы-автолюбители и мамы с колясками с трудом разъезжаются по этим узким проездам? Условия комфорта нужно создать для тех граждан, которым уже организована помощь в этом месте. И возникает предложение, давайте построим здесь еще один медицинский центр и займем все это место. Я считаю, что если медицинский центр и нужен, давайте его построим в другом каком-то месте, чтобы не занимать это ограниченное пространство в густо застроенной части города. Для того, чтобы застройщик отказался от своих замыслов, город предложил вместо этого три альтернативных участка. Один в самом центре Архангельска. Мы предлагали участки для застройки. Ответа от застройщика город не получил. Пока работы здесь приостановлены. Предприниматель не предоставил необходимых документов и администрация не выдала разрешение на строительство. Но бумаги рано или поздно будут собраны, и формального повода для отказа у города не останется. Участок в собственности. Мы предложили застройщику прокомментировать свое решение. Он отказался. Поэтому ответы на вопрос, будут ли здесь расти деревья или сваи, пока нет. Ирина Ившина, Денис Линчевский, Ольга Красулина. Семь дней в регионе. Теперь к другим темам. На этой неделе депутаты всех уровней активно поработали. Начнем с некоторых законопроектов, которые обсуждались в Государственной Думе. Комитет Госдумы по аграрным вопросам рассмотрел новые правила льготного кредитования, согласно которым сельхозтоваропроизводители смогут брать кредиты по ставке не более 5% годовых. Как пояснил депутат Госдумы Дмитрий Юрков, банкам, которые недополучат доходы при кредитовании аграриев, размер госсубсидии составит 100% ключевой ставки Банка России. Уже на выходе в Думе законопроект, разрешающий регионам самостоятельно решать, устанавливать при лечебных учреждениях бэби-боксы, либо запретить их вовсе. Один из авторов проекта, заместитель председателя комитета по вопросам семьи женщин и детей Елена Вторыгина отметила, принятие законопроекта станет важным дополнительным инструментом защиты прав новорожденных на жизнь и здоровье. Вопросы санавиации были в центре внимания депутатов Госдумы. Это актуальная тема. Например, Архангельская область получит на развитие из федерального бюджета более 80 миллионов рублей на приобретение нового вертолета Ми-8 для оказания экстренной медицинской помощи жителям отдаленных и труднодоступных территорий. Вице-премьер Госдумы Ольга Епифанова считает, что регионы-соседи должны помогать друг другу в экстренных случаях, где необходима санавиация. На этой неделе депутаты Архангельского областного собрания собирались на очередную сессию. Еще до ее начала члены Политсовета партии «Единая Россия» утвердили кандидатуру Сергея Моисеева на должность руководителя фракции в областном собрании. А уже на сессии парламентария одобрили еще некоторые кадровые перестановки. В частности, Алексей Гришков теперь официально возглавил представительство Поморья при правительстве страны. Его преемником на посту заместителя губернатора по стратегическому планированию и инвестиционной политике стал Виктор Иконников. Приняли депутаты и поправки в бюджет, и из-за изменения в налоговом законодательстве регион не досчитается миллиарда рублей в виде акцизов на нефтепродукты. Дефицит бюджета по подсчетам вырастет на 2,5 миллиарда. При этом поступление в региональную казну с учетом федеральных дотаций увеличится на 1,3 миллиарда. В связи с этим поправок было внесено немало. Будет достраиваться дорога от Брин-Наволока. Это более 300 миллионов рублей в Плесецком районе. Хорошее такое завершение будет на театр «Кукол». Больше 148 миллионов, и в конце концов мы увидим его в новом виде. А также у нас идут поправки, которые касаются по переселению граждан из ветхого аварийного жилья. Более 150 миллионов. Еще одно стратегическое решение. Депутаты утвердили новую нарезку одномандатных избирательных округов в регионе. Вместо 31 их будет 24. Связано это с сокращением будущего депутатского корпуса в областном парламенте. Это решение произойдет за счет укропнения. Но хотелось бы отметить, что это укропнение будет при соблюдении избирательного законодательства в части равного количества избирательных округов числу избирателей. Примерно 40 тысяч избирателей будет на один мандат. Раньше было около 30. Депутаты поддержали инициативу заместителя руководителя фракции ЛДПР Сергея Пивкова. Он предложил обратиться в Госдуму и внести изменения в закон о северах. Поправка касается оплаты проезда к месту отдыха и обратно получателям социальной пенсии по инвалидности. Сегодня родитель, ухаживающий за ребенком, инвалидом, не имеет на это права. Руководитель фракции КПРФ в Архангельском областном собрании депутатов Александр Новиков Сегодня с утра у нас в гостях Александр Владимирович. Доброе утро. Доброе утро, Алексей. Доброе утро, телезрители. Давайте начнем с законопроекта об изменении нарезки территориальных округов. Как я уже сказал, вместо 31 будет 24. Связано это с уменьшением количества депутатов. Выборы в следующем году. И, кстати, закон вы сами приняли. Я имею в виду областное собрание депутатов. Округа увеличивается. Соответственно, закономерно весьма вопрос. Не скажется это на работе депутата. Он успеет с каждым избирательным пообщаться? Не упустит ли что-то в связи с этим? Я могу высказать на эту тему такую формулировку. Не всегда количество переходит в качество. На мой взгляд, безусловно, депутат, особенно одномодатник, он получит гораздо большую нагрузку, потому что по нашим расчетам некоторым придется обслуживать три района. Учитывая протяженность и территориальные особенности нашей области, а также посаженного человека на квадратный километр, плотность населения у нас низкая, нагрузка будет очень серьезной. И, на мой взгляд, это повлечет за собой некоторое снижение активности депутата. Хотя, прямо могу сказать, депутаты бывают разные. Одни работают, что называется, на износы на полную катушку. Но кто-то, может быть, немножко и филонит, и недорабатывает. Поэтому моя точка зрения при уменьшении количества депутатов, это вроде как бы логичное продолжение. Но можно было бы уж обрезать немножко, вот, чуть повыше, не до самого корешка. То есть возникают вообще какие-то интересные такие есть нарезки. Например, Котлас вообще разделен на три избирательных округа. Ну, безусловно, эти вопросы возникали в ходе дележки округов. Подрались за чубы нынешние депутаты, потому что у каждого был свой округ, где он получил известность, где его знает, а тут прошла перенарезка. Ну, в общем, драка крови не закончилась. Мы получили ту схему, которую предложила избирательная комиссия Архангельской области. И, хочешь не хочешь, с ней депутаты согласились. Александр Владимирович, давайте обратимся к бюджету. Как я уже тоже сказал, дефицит увеличивается на 2,5 миллиардов, но в то же время увеличивается и федеральная помощь нашему региону. Насколько, кстати? Ведь разные оценки сказали где-то, ну, я на вскидку говорю, около 1,5 миллиона, 392, ну, будем, скажем, около 1,5 миллиардов. Вот в результате зачетов получается вроде на плюсы. Но сколько мы теряем? Мы, в общем-то, собственно говоря, в результате этих бюджетных операций, которые проходили на сессии, которые докладывала нам министром по финансам Усачева Елена Юрьевна, мы где-то, скажем, приобрели-то, если вот на столичка. Но тем не менее, но тем не менее, деньги идут и на ветхое жилье, и на плохие дороги и так далее, и на социальные. Ну да, это бог что посвоить эти деньги. Ведь у нас бывает так, что мы уже возвращали деньги обратно в федеральный бюджет, потому что мы просто не успевали их освоить. Но я думаю, что это научило все-таки нас, Александр Владимирович. Мы в прямом эфире, у нас есть телефонный звонок, вопрос вам. Давайте послушаем. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Насчет пенсионного обеспечения. Когда увольняют, уволился с работы, когда уволился, пенсия индексируется только через три месяца. Три месяца мы теряем пенсионеры по оплате. То есть увольнение человека уволили, только через три месяца ему начисляется пенсия? Ну, честно говоря, это больше вопрос относится к пенсионному фонду, но я думаю, Алексей будет правильно, если мы на карандашик возьмем этот вопросик. Я для себя выясню, потому что кругом люди, хочешь не хочешь, на пенсию ходят, и, вероятно, этот вопрос будет ни первый, ни последний. Вот интересная просто ситуация. Оставьте, пожалуйста, ваш номер телефона у нас в редакции. Мы обязательно с вами свяжемся и попытаемся выяснить, почему так происходит. Александр Владимирович, в прошлой программе неделю назад и был комментарий от вашего коллеги из Государственной Думы, что есть такая законодательная инициатива от КПРФ об усилении административной ответственности за плохие дороги. Как вы думаете, она найдет отражение в нашем регионе? Я бы сказал так, что из недр Государственной Думы, ну как из нашего областного собрания, выходит достаточно много законопроектов, которые на первый взгляд являются абсолютно правильными, некоторые являются, скажем, популистского характера. Вопрос очень сложный. Почему? Потому что сегодня, к сожалению, как в нашей области, и что бы ни говорили про Россию в целом, приходится бывать в разных регионах, к сожалению, продолжается та тенденция, что у России две беды. Одни дураки, а вторая беда этой дороги. И вот, к сожалению, мне кажется, одними штрафами, я понимаю, штрафовать-то будут ДРСУ, Автодор и прочие дорожные организации, подрядчики, которые выполняют работы. Так вот, мне кажется, надо сначала навести порядок в части отбора подрядных организаций, потому что у нас при вполне определенной стоимости километра дорог выходят две-три организации, и вдруг две, которые имеют соответствующие условия и технику, они проигрывают, потому что третья, не имеющая под собой, кроме стола, стула, компьютера и уставного капитала в 10 тысяч, она внезапно выигрывает этот конкурс. А потом берет вот этих вот подрядчиков и говорит, давайте, ребята, делать, о каком качестве следует говорить в этом случае, примеров подобного рода в Архангельской области, в том числе в городе Архангельске, вот так вот. Но это, наверное, нужно выходить с какой-то законодательной инициативой к федеральным коллегам. Если в законодательном уровне не будет определен порядок отбора и условия подбора подрядных организаций, это добра не будет. Штрафовать штрафовать можно. Давайте будем определять размер штрафа. Но мне кажется, самое главное, чтобы вот эта система штрафов и ужесточения, она не легла на конечные плечи. Это автолюбители, это тем, кто ездит по дорогам, кто платит. Александр Владимирович, у нас еще есть телефонный звонок. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Можно говорить? Да, конечно, можно. Мне, пожалуйста, хочется задать вопрос Новику, да, насчет моста на Юросе. Мы вот, который раз уже пишем, ответы нам приходят. Все время откладывается, откладывается. Его хотели что-то переделывать, там ничего не делается. Явы вырыли перед мостом, и проходишь через это пешком мост, и там яма вырыта. Все бросано уже третий год, ничего не делают. Он приезжал, и я с ним место разбирался, и на этом месте ничего, так мертвым грузом все стоит весь мост. Нам понятен ваш вопрос. Спасибо вам огромное, что снова заостряете эту тему. Был я на этом мосту, вы помните. Александр Владимирович, прокомментируйте. Был я на этом мосту, вы помните. Причем, что поразительно в нашем государстве, когда объект практически областного значения, там ведь два моста. Один, который военный, а второй вот этот, который был предусмотрен не для дачного кооператива, который в настоящее время находится там, а он был предусмотрен для строящейся атомной станции и теплоснабжения. Это была областная собственность, потом ее перекинули на собственность Приморского района, а тем более не отвечающий необходимым требованиям, потому что он не достроен до конца. Что делать? Вдруг оказался в частных руках. В прокуратуру еще раз запрос, и разбираться вплоть до Генеральной прокуратуры, а виновным дать по полной программе, чтобы впредь это было неповадно. Возьмете на контроль? Возьму. Александр Новиков, руководитель фракции КПРФ в областном собрании депутатов, был сегодня у нас в гостях. Спасибо огромное. Вам спасибо. Мы идем дальше. На этой неделе прошла и сессия городской дублы, она тоже была насыщена интересными решениями. Первонаперво переверстали бюджет. За три года более миллиарда рублей пойдет на строительство транспортной развязки на пересечении Смольного-Буяна и проспекта обводный канал, модернизацию водоочистных сооружений в округе Майская горка и приобретение новых речных судов. Эти и другие проекты администрация города будет реализовать в рамках программы развития Архангельска как административного центра. Это, безусловно, очень важно. Ну и, соответственно, сегодня то, что предложили депутаты создать некую рабочую группу по обсуждению технических характеристик, подготовке конкурсной документации, это хорошее предложение и в рамках него отработаем. Ну, по благоустройству, наверное, смысла нет говорить. Для каждого горожанина сегодня необходимость эта история очевидна. Другой актуальный пункт повестки сессии – изменение порядка расходования средств резервного фонда. Перечень направлений, на что можно потратить необходимые суммы, теперь будет включать в себя не только непредвиденные расходы, но и, например, возможность инвестирования в развитие городской инфраструктуры. Есть, конечно, и много судебных предписаний по тем же дворовым проездам, по тротуарам, и по необходимости это уже резервы округов мы можем и перераспределять на эти нужды. И сегодня вы слышали, да, что депутаты попросили администрацию составить положение, как эти средства должны расходоваться, чтобы это было более подконтрольно, и мы понимали вообще, на какие нужды это можно использовать. Также народные избранники дали добро на приватизацию нескольких объектов земельными участками на улицах Воскресенской, Декабристов, Калинина, Кирпичного завода. Ожидаемый доход от приватизации муниципального имущества составит около 6 миллионов рублей. Итак, городской бюджет подвергся серьезной переверстке. Ее уже назвали исторической. Шутка ли распределить 230 миллионов на этот год и почти полмиллиарда на ближайшие два? И все ради развития Архангельска. Каким видит этот непростой процесс председатель комиссии по экономике, собственности и предпринимательства Архангельской городской думы, секретарь Архангельского местного отделения «Единая Россия» Александр Фролов узнаем прямо сейчас. Александр Михайлович, доброе утро. Доброе утро. Итак, среди серьезных приобретений на этот год это покупка двух речных судов ледового класса для обеспечения бесперебойного сообщения с островными территориями. Понятно, что вся актуальность этих покупок, как и важность того, что необходимо вкладываться в городское хозяйство, в уборку города и так далее. На ваш взгляд, о каких суммах идет речь и как это повлияет все на развитие Архангельска? Суммы действительно значительные. Это порядка 800 миллионов рублей на ближайшие три года. Та программа, которая у нас в городе существовала, развитие города Архангельска как административного центра, наконец-то возобновилась. И в рамках программы стратегического развития города 2020, с которой мы заявлялись летом во время предвыборной кампании, она воплощается сейчас в жизнь. Это те средства, которые непосредственно идут в город, в частности, и на покупку судов, вложения в те, скажем, инфраструктурные проекты, как развязка нашего моста в районе улицы Урийского, в водное, это, конечно, даст положительные, так скажем, моменты для пропускной способности. Пусть, так скажем, мы мост в том виде, в котором он и есть, имеем, но, значит, развязка, конечно, она даст огромные плюсы. Но главное, что мы уже знаем хотя бы примерные, но цифры уже и на следующий, и на последующий год, и уже что-то можно планировать, наверное, исходя из этого. Это, безусловно, очень важно для того, чтобы ориентироваться на что-то. Александр Михайлович, развитие Архангельска будет связано и с процессами приватизации муниципального имущества. Вопрос тоже рассматривался на сессии Гордумы. Эта тема сейчас проходит как буквально государственная линия сверху донизу правительство. На ближайшие три года правительство России, имею в виду, планирует уменьшить значительное свое влияние даже в таких компаниях, как ВТБ, Алроса и так далее. В Архангельске все настолько же глобально? – Для нашего региона, конечно, те вещи, которые вы сейчас сказали, может быть, они очень глобальны. А на нашем, на муниципальном уровне, у нас тоже есть в этом направлении свое видение, что действительно государство в лице муниципалитета должно выполнять функции, в первую очередь, социальной поддержки. То, что непосредственно, так скажем, прописано. А что касается тех предприятий, которые у нас есть, и эту социальную поддержку, социальное это направление не несет. Это чисто ВДБизнес, поэтому, естественно, это, скажем, задача государства и муниципалитета, в частности, как можно дороже реализовать эти предприятия. – От каких можно ли говорить уже? – Да, сейчас идет первый процесс, первый этап – это акционирование, чтобы вывести из статуса муниципальное предприятие. Это предприятие «Центральный рынок», это предприятие «Ремботехника», это предприятие «Роспечать». То есть, по сути, те предприятия, которые, на мой взгляд, должны были давно уже быть реализованы, использовать для бюджета. – Преображение города в этом году в немалой степени будут способствовать и партийные проекты, заявленные «Единой Россией» на недавно проведенном съезде. Будем вместе улучшать дворы и парки наши? Как депутаты Городумы включились уже в эту работу? – Безусловно, да, тот проект, который есть, уютная среда проживания – это очень важно. Ведь дело в том, что люди сейчас обращают огромное внимание на то, что у них творится за дверями своей квартиры. Это очень радует, что люди переживают, что у них делается во дворе, в подъезде. И, конечно, эту инициативу надо всячески поддерживать. Тем более у нас то строительство, которое когда-то было в советские времена, естественно, оно не предусматривало возможности в парковок, во дворах, размещения в достаточном количестве озеленения, детских площадок. Сейчас это все нормировано. И, конечно, нам надо постараться в первую очередь привести уже построенные дворы, построенные когда-то, скажем, десятилетиями назад, в комфортную, благоприятную среду проживания для жителей. – Речь идет не только, наверное, о центре города, но и о крайне тоже будет незабыто. – Безусловно. Безусловно, этот проект рассчитан на весь город. И, значит, по крайней мере в этом году, я думаю, что в каждом округе должен появиться такой двор для того, чтобы… – Образцовый, скажем. – Да, образцовый. В каждом округе, не только в центре города, естественно. – Александр Михайлович, благодарю вас, что вы нашли время, пришли к нам на программу. Напоминаю, что сегодня гостем программы «Семь дней в регионе» был председатель комиссии по экономике, собственности и предпринимательству Архангельской городской думы, секретарь местного архангельского отделения «Едина России» Александр Фролов. Ну что ж, заканчивая сегодня нашу программу, хочется сказать, что именно такое мы увидели эту неделю. Если мы вам о чем-то не рассказали, значит, этого события еще не произошло. Обращаем еще раз внимание, что мы работали в прямом эфире. Вот так вот сейчас такой вид из окна нашего павильона. На улице по-прежнему морозно, минус 14. Так что, если вы собрались погулять или на лыжах, одевайтесь, пожалуйста, как можно теплее. Солнышко куда-то нас покинуло, а утром оно было. Спасибо всем, кто нас смотрел, звонил. Спасибо коллегам, с кем делаем эту программу. Впереди масленичная неделя. Будьте аккуратней. Сразу после итогового выпуска смотрите новый наш проект «Наши сети» с Алексеем Мининым. Будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова